Всем привет! Complex Object – сложное дополнение. Предложение с Complex Object можно разделить условно на три группы. Первое – это предложения, глаголы в которых выражают желание – want, would like, desire, would prefer, предположение – expect, suppose, believe, consider, осведомленность – know, think, state, note, report, либо просьбу или приказ – order, ask, allow, forbid. Предложение строим так. На первом месте – подлежащее, на втором – глагол определенный, на третьем месте употребляем чье-то имя, либо существительное, либо местоимение в объектном падеже, в родительном падеже. То есть не I, а me, не we, а us, не she, а her, не he, а him, не they, а them, it, you не изменяется. На последнем месте употребляем глагол с частицей to, то есть инфинитив. Как это звучит в предложении? Например, Я хочу, чтобы мы сделали это позже. Или Моя мама считает или рассматривает ее хорошей девочкой. Следующая группа. Complex object – предложение, которое выражает физическое восприятие. Например, To see, to watch, to notice, to observe, to feel, to hear, to touch. Строим предложение аналогично по первой группе. Subject – подлежащее. Далее глагол, далее имя, либо существительное, либо местоимение в родительном падеже. Но далее употребляем глагол или participle one, или причастие первое. То есть это глагол с окончанием ing. Например, I watched her dancing. Я видела, как она танцевала. То есть я видела ее в процессе. Participle one будет обозначать в данном случае действие, которое кто-то, другой человек, в данном случае она выполняла. То есть это будет процесс. I watched her dancing. Я видел или я видела, как она танцевала. Если же мы скажем I watched her dance, это будет означать, что я видел, как она танцевала вообще. То есть я видел, как она танцует. Я знаю, как она танцует. Я присутствовал при ее танце. Но в тот момент, в момент речи, не означает, что она танцует. Если вы хотите подчеркнуть, что другой человек что-то выполняет сейчас или какой-то объект, то есть действие длится, употребляем participle one. Еще пример. Например, I noticed the leaves falling. Я заметил, как листья падали. То есть был процесс. Листья падали. Другой вариант. I noticed the leaves fall. Я видел, как листья падают вообще. Далее, третья группа. Это предложения, в которых глаголы выражают принуждение, например, make, заставлять, либо побуждение. Let, давай. Как звучит предложение? For example, Как вы видите, глагол идет без окончаний, без частицы to. Или другой пример. Его папа заставил его делать домашнее задание. Давайте тогда Дальше потому что